Приветствую! Последние несколько месяцев вся страна наблюдала за тем, как в Одесской области бесчинствуют люди в военной форме. При этом, по официальной версии, кто эти люди, так и не было установлено. То есть в лучшем случае официальные лица говорили, что проведем проверку, в худшем случае говорили, что мол это фейки, это не представители ТЦК и СП, это кто-то переодетый, кто-то, кто пытается сорвать и дискредитировать проведение мобилизации в Украине. При этом, что самое интересное, вся эта дискредитация почему-то проводилась именно в Одесской области. Ну, в основном в Одесской области. И мы могли с вами наблюдать вот эти видео, где люди в военной форме силой, применяя силу, затаскивали людей в бусики, увозили в ТЦК и СП. Потом мы видели эти, опять же, фейковые видео непосредственно из ТЦК и СП, да, где люди однозначно находились на территории ТЦК и СП, к ним применяли силу. У них проверяли документы без каких-либо оснований. Им пытались выписать повестку люди, которые не имеют полномочий на выписывание повесток. Вносили имена в заполненные заранее бланки, пропечатанные и подписанные, что абсолютная жесть с точки зрения деловодства. Но это все оставалось почему-то вне поля зрения государства. Вместо того, чтобы обратить особое внимание на это, вместо того, чтобы сказать, да, у нас есть военнослужащие, которые дискредитируют вообще форму. И когда одни люди в это время гибнут, совершают подвиг по защите Украины, другие применяют силу к своим гражданам. И последних нужно было наказывать. Но никто не наказывал, говорили, все, это все фейки, вы все врете. Потом началось интересное. По Одессе пошла интересная движуха такая. Появился Игорь Масичук, да, бывший народный депутат, который в ТикТоке, ну, может не только в ТикТоке, я по меньшей мере видел в ТикТоке, его заявление о том, что руководитель областного ТЦК и СП в Одессе приобрел себе автомобиль стоимостью 250 тысяч долларов. А еще в Испании у него якобы есть вилла там за 3, по-моему, миллиона долларов. И он спокойненько себе в военное время ездит отдыхать на эту виллу. И как бы все у него хорошо. К чему я это все веду? К тому, что добрались все-таки до руководителя областного ТЦК и СП наши правоохранительные органы. И вот давайте посмотрим, что происходит на сегодняшний день. Вот такую новость я нашел на сайте ДБР, где указано, что ДБР открыло проведение щодо фактов зловживания начальника Мадейского військомата под час призову військовозобовязанных. Кстати, ДБР кое-что знает все о оптимизации сайтов, да, видите, используют до сих пор слово військомат, хотя, как мы с вами знаем, військоматів нема, Е, ТЦК, ЕСП. И вот что интересно, за что они зацепились, да, что они начали проверять. За оперативными данными, за винагороду посадовец давал вказівку подлеглим не призвать тих чи інших осіб. Ну, и вот оно статсується, це начальника Одеського обласного территориального центру комплектування та соціальну підтримку. То есть, чтобы вы не думали, что это я что-то придумал, да, вот публикация на сайте. И здесь указано, что они открыли уголовное производство по части 5 ст. 426 Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы еще вернемся, мы посмотрим эту статью. А дальше, что интересно, ну, во-первых, они пишут, что начальник Одесского ТЦК отстранен от исполнения своих служебных полномочий. При этом, при этом, крім того, ДБР перевіряє інформацію ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. О, то есть, начали проверять семью, то есть, вот те заявления Масичука, которые были в сети, ну, видимо, они неспроста появились. И мы видим там сейчас и у мэра Одессы серьезные проблемы, ну, как-то вот Одессой занялись. И вот здесь мы видим еще по 368.5 Уголовного кодекса Украины тоже открыли производство. Давайте теперь посмотрим, а что же это за статьи такие. И вот стаття 426.1 Уголовного кодекса Украины имеет название такое «Перевищение військовой службовой особой влады или службовых повноважений». И частина первая тут предбачает у нас что? «Перевищение військовой службовой особой влады или службовых повноважений, то есть умисное вчинение действий, которые явно выходят за межи наданных этой особой прав или повноважений, крім передбаченных частиною другой цієї статьи, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду». И, собственно говоря, здесь мы явно понимаем с вами, что вот те деяния, которые ему инкриминируют, что он давал указания своим подчиненным, кого призывать, кого не призывать, это именно те самые умисные вчинения действий, которые явно выходят за межи наданных этой особой прав или повноважений. Сейчас посмотрим статью, почему, да, мы читаем с вами часть первую, а там же производство по части пятой. И вот смотрим, часть пятая. Деяние, предбачене частинами первой, второй або третьей цієї статьи, в чиненні в умовах военного стану або в боевом обстановке, караются по избавлениям воли на строк от 8 до 12 лет. То есть ему сейчас грозит до 12 лет лишения свободы. Конечно же, конечно же, интересно, а будет ли это происходить на самом деле? Вот. Теперь посмотрим вторую статью, по которой ему открыли производство. 368.5. Называется вона «Незаконное сбогачение». И посмотрим, что по этой статье грозит. Набуття особою, уповноваженою на выполнение функций державы або местного самоврядувания, активов, вартисть яких больше, чем 6500 неоподаткованных минимумов доходов громадян, перевищуя ее законные доходы. То есть здесь, что имеется в виду? На 6500 неоподаткованных минимумов доходов громадян, ну, можно посчитать, это 1300 на 6, ну, можно посчитать. Да, ну, это однозначно там порядка нескольких миллионов гривен. Карается позбавлением воли на строк от 5 до 10 лет с позбавлением права обнимать певные посадки или заниматься певной деятельностью на строк до 3 лет. Ну, здесь, как мы видим, такое более легкое наказание, да, здесь от 5 до 10, там у нас было от 8 до 12. На что я обратил в этой ситуации внимание? На то, что руководитель областного ТЦК и СП Одессы стал фигурантом уголовного дела не потому, что его подчиненные выписывали незаконные повестки, проверяли документы абсолютно без законных оснований у людей, применяли к ним физическую силу, удерживали этих людей, лишали свободы. За это никаких претензий. К нему, как к руководителю, говорят, все окей, все хорошо, все классно. Но, вот, видимо, кому-то он стал очень неугоден, что называется, нашла коса на камень, да, что подключили там депутата бывшего, начали педалировать вот эту тему, что у него там АМГ появился, вилла в Испании и прочее. И после этого начали, наконец-то, им заниматься. И опять же, заниматься начали не потому, что его подчиненные применяли силу в отношении граждан Украины, а потому, что якобы продавали военные билеты, там, белые билеты, да, откуда-то деньги у него появились. Ну, понятно, если военники белые билеты продавали, да, то понятно, откуда появились деньги на АМГ, на виллы в Испании, и тут вопросов нет. Но все равно остается у меня вопрос. А почему же и когда начнут к руководителям и к их подчиненным возбуждать массово, это уже массово должно быть, возбуждение уголовных дел за то, что вот эти люди в военной форме применяют силу гражданам Украины? Когда же это начнется? Когда? Когда? На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.